Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Российской Федерации Ну а какие возможности откроет вот это новое здание музея вообще для музейного дела республики, региона? И как повлияет на развитие культуры в целом? Современный, я бы сказал, даже ультрасовременный комплекс музейный, который совершенно кардинально поменяет возможности музейного дела. За те годы, что я являюсь директором, мы главный акцент сейчас делаем на развитии активных взаимодействий с ведущими российскими музеями. Потому что именно ведущие российские музеи, которые обладают уникальными коллекциями культурного достояния Российской Федерации, именно позволяют открыть доступ к культурным ценностям, которые являются нашим бесценным достоянием Российской Федерации. И за последние годы мы активизировали нашу деятельность и привлекли внимание ведущих российских музеев. У нас тесные отношения за последнее время сложились со многими музеями. И, наверное, предвосхищая ваш один из вопросов, я могу сказать, что за последнее время у нас активизировались отношения с такими ведущими российскими музеями, как Театральный центральный музей государственный имени Бахрушина, город Москва. У нас с ними вообще сложились очень тесные дружественные отношения. Не случайно, когда вот буквально недавно в конце года был визит замдиректора по научной работе Рубцова Александра Михайловича в Республику Хакасии, и он выступал на нашем культурном форуме, и он не случайно сказал о том, что Государственный центральный театральный музей имени Бахрушина готов создать в нашем новом здании свой филиал. Таких филиалов у нас в Бахрушинский музей имеет всего лишь два филиала в Российской Федерации. И третий филиал будет в Сибири. Впервые, кстати, в Сибири подобный филиал будет открываться. Мы уже смотрели помещение, мы уже думали о том, как мы будем создавать подобный филиал Бахрушинского музея в новом здании строящегося музея. И могу сказать, что эти перспективы очень интересны, и они откроют новые возможности для приобщения к культурному достоянию Российской Федерации жителей Южной Сибири, которые себе не всегда могут позволить поехать в Москву и посмотреть бесценные культурные достояния. Ну а какие еще проекты на федеральном, международном уровне вы реализуете? Ну, я могу сказать, что у нас достаточно тесные отношения складываются, и дружественные отношения с Российским этнографическим музеем, город Санкт-Петербург, с кунсткамерой знаменитой имени Петра Великого, город Санкт-Петербург. Интерес к нам проявляют русские музеи, интерес к нам проявляют ведущие музеи города Москвы. В этом году мы будем на форуме принимать музей очень интересный и яркий музей всероссийских декоративно-прикладного искусства, и будем заключать с ними договор, и будем говорить о выставочной деятельности. Я думаю, когда у нас появится возможность проводить выставки на новой площадке, на новой современной, хорошо оборудованной площадке, к нам поедут многие ведущие музеи Российской Федерации, и, возможно, не только Российской Федерации, но и зарубежные музеи. Ну а с какими общественными организациями вам приходится сотрудничать? Ну, общественными организациями в области музейного дела, прежде всего, национальная организация музеев России, ИКОМ называется, которая входит в международную организацию музеев мира. ИКОМ нас очень активно поддерживает. Буквально в конце декабря мы принимали одного из членов президиума ИКОМа и показали ему новое здание строящегося музея. Оно на него произвело неизгладимое впечатление, потому что действительно подобных комплексов в России сейчас нет. Ну и то, что мне удалось в октябре месяце на юбилейном мероприятии, посвященном Ярославскому музею, архитектурно-музейному заповеднику, которому исполнилось 150 лет, выступить с докладом о том, как мы перемещали коллекцию каменных изваяний. Там находились на президиуме ИКОМа более 30 ведущих директоров музеев России. Это произвело тоже неизгладимое впечатление. Вот наш опыт, который мы на сегодняшний день обладаем в Российской Федерации. Ну и я бы еще хотел бы сказать, что вот что касается международной деятельности, то тут, наверное, вот есть смысл нам коснуться о том, что какие перспективы международной деятельности есть. Да, вот сейчас у нас достаточно складывается интересное отношение с Китаем. Я надеюсь, что с Китаем мы можем развивать отношения. Ну вот еще такая тема, которой мне пришлось в свое время заниматься, в рамках Тюксоя я принимал участие в 2013 году в первом музейном форуме, который проходил в Турции. Это такое широковещательное мероприятие было заявлено турецкой стороной в рамках деятельности Тюксоя. Вы знаете, что сейчас деятельность Тюксоя в Российской Федерации приостановлена в связи с известными событиями. Я считаю, что это правильная ситуация на сегодняшний день, реакция российской стороны. И вот даже в те годы, когда у нас не было даже возможности говорить о том, что так будет, как мы сейчас с вами имеем в рамках взаимоотношения с Турецкой Республикой, вот уже на тех мероприятиях, а мне пришлось посетить два мероприятия музейных в Турции, вот меня поразило две вещи. Во-первых, очень жесткая централизация и политизация этих мероприятий, которые проходили там. То есть это не слухи о том, что турецкая сторона используется в политических целях, использовала эти мероприятия? Она использовала и использует и сейчас это в политических целях, потому что все-таки идея Великой Османской империи, она витает в руководстве не только музеев, национальных музеев Турецкой Республики, но в первую очередь среди лидеров, политических лидеров республики Турция. Кстати, там, когда приходит новое правительство, оно директоров музеев назначает и свои партии, поэтому это уже о многом говорит. Меня больше всего поразило то, что вот когда приходишь в государственные музеи, а Турция-то страна с очень богатой историей, и там остатки цивилизации, начиная с глубокой древности, и античные цивилизации там очень ярко, но одно из ярких, наверное, событий в истории развития Малой Азии – это эпоха Византийской империи. Вот о Византии там нет ни слова, там вообще слово «Византия» не употребляется как таковое, поэтому, конечно, вся история, она вот крутится вокруг создания Османской империи, и это вот очень заметно в тех коллекциях, в тех экспозициях, которые вы посещаете в этих музеях. А с другой стороны, вот у меня был уникальный опыт, личный опыт, я в 2014 году был на предприятии, связанном с деятельностью археологических музеев, которое проходило в восточных провинциях Турции. Это турецкий Кургистан, и вот меня удивила вообще ситуация, которая складывается в музейном деле. Дело в том, что мне удалось познакомиться с одним сотрудником турецкого города, это некоронованная столица Кургистана Диабакир, который после окончания учебы в университете был направлен, а там по распределению обязательно музейных сотрудников направляют, был направлен работать в Диабакир, хотя родом он из соседнего города Мордина, и этот город находится в 100 километрах. Несмотря на все его просьбы, и он много лет пытался переехать из Диабакира в Мордин, это сделать было невозможно, потому что настолько очень жесткая централизация и контроль за деятельностью музейных сотрудников, тем более, что если они не турецкой национальности в этом плане. И вот в первом музейном форуме нас тоже удивило представители Российской Федерации о том, что некоторые вопросы, которые звучали в рамках этого форума, касаемые деятельности музейного развития, они должны быть деполитизированы, деогизированы, такие вопросы, потому что это музеи вне политики должны находиться в современном контексте развития, это, в общем-то, мосты культурного сотрудничества, в первую очередь, а не проведение какой-то политики. Вот представитель Республики Азербайджан, Национального музея Азербайджан, поставил вопросы о том, что вот ущемляется права турок на территории Республики Армения. Ну, могу сказать, что в рамках музейного форума это вопрос, который вообще должен быть вне работы этой компетенции, это политизирный вопрос. Вот поэтому вот так складывается музейное дело, и, конечно, попытка взаимодействия тюркских республик Российской Федерации в рамках именно Тюрксоя, и пытались развивать отношения между музеями тюркских республиками Российской Федерации и Турецкой Республики, показывает, что наше музейное дело, конечно, на порядок выше. И у нас таких политизирных вопросов вообще не может звучать. Ну, спасибо большое, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Зрителям я напоминаю, что сегодня мы общались с Андреем Готлибом, директором Хакасского национального краеведческого музея имени Козласова. Спасибо, что были с нами. Обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова